Здравствуйте, дорогие русичи и русскоговорящие, и я веду разговор с вами из Риги, из одиннадцатого этажа с простором поглядывая на могучую реку Даугава. Мое искреннее желание с вами мысли поделить связано с тем, что мы все в предвидениях грядущей мировой войны. Эта навязанная война нам совсем не нужна, и у меня есть информация, которая это безумие возможно в силах остановить. Я занимаюсь концептуальной научной деятельностью, и модель называется «Солнечная модель Балта». Это концепция, которую можно найти на интернете, на этой странице. «Солнечная модель Балта». Поправильнее. Очень простая концепция. Это 14 параметров, которые создают мир и поднимают нас на следующий уровень. Благополучие, любви и жизни в Боге, в божественном сочетании вещей. Это, конечно, если все эти 14 параметров поставить божественно мило. И чтобы это нам удалось, нам требуется быть полными энергии любви. Нам надо любви открыться и ее силу установить в этом мире. Это сила правды и путя света. И желание мое сделать видео на эту тему как раз в том, что у меня ведение русской стратегии и концептуального мышления после моего ознакомления с ведущими стратегами нынешней Руси кажется недостаточным. И я желаю тут принести свой вклад. В этом случае я буду только сосредотачиваться на тех нынешних концептуалов, которые легко доступны в интернете. Это Евгений Федоров из НОДА. Национальное освободительное движение. И Виктор Ефимов. Это государственный аграрный университет в Санкт-Петербурге. И также Петров из Куба «Концепция общественной безопасности». Очень привлекательно у Евгения Федорова в презентациях структурально сугубо важное решение создать суверенную государственность, которой у нас в Латвии тоже нету, так как и наш центральный банк не был латвийской нацией. Не нахожу русского слова не в руках латвийской нации. И чтобы можно было руководить этим центральным инструментом, который располагает всем спектром этим инструментом создания денег, то есть инструментом обмена между услугами и продуктами. В стране, конечно, нужна другая конституция. И, конечно, в этом очень важно создать внутри каждой страны концептуальные структуры, которые этим занимаются. Чем и благодарим Евгения Федоровым концептуально важной работой, чтобы мы освободились от гнета Вашингтонского доллара, который вообще без покрыва какими-либо ресурсами. Это просто иллюзия и махинация, которая привела весь мир в кризис. И поэтому и мы все под риском Третьей мировой войны. Так что в том смысле Евгений Федоров и Национальное национальное свободительное движение концептуально правы. Но если посмотреть встречу Евгения Федорова и Виктора Ефимова в интернете, то мы видим, что Виктор Ефимов из Санкт-Петербурга, Буржского государственного программного университета, ректор, он предлагает использовать стратегию любви и отказаться от стратегии нападения и смертной казни и войны. Также очень интересный подход Виктора Ефимова в том, что он использует тексты Пушкина. Пушкин все-таки тоже черпал свои апострофы из народных сказок. И тут я перейду как раз к концепту общественной безопасности и персоне Петрова. Скоропостижно скончавшегося уже несколько лет назад в странных обстоятельствах. И ни Ефимов, ни Федоров не доходят до коренного... Они не черпают в углубь богодержавия коренного населения. Это концепции, которую использует Петров, концепция общественной безопасности, довела Петрова до того, что в последние годы своей жизни он создал также и видео, где он участвует в ритуале староверов, одевшись в народный арят и в глубоком богодержавии. И вот это как раз и есть то, чему я хотела призвать россиян, российских концептуалов. Что мир этот только и ждет, чтобы мы реализовали концепцию божественную тут на земле. Любви и благоухание для всех. Петрова очень странно ликвидировали. И по моему пониманию, как раз по той причине, что он добрался до сути дела, что как раз аборигены до любого народа, не лишь только русского, так же и тут нашего народа латышского или балтийского, или сон в Швеции сами, или индейцы в Америке, или любые другие аборигены. Они сохранили эти ритуалы, как быть в контакте с природой и в природе подключиться к божественным силам. И зачитать божественный план мира и любви. И используя эти ритуалы, черпаясь в природе этой силы, которая там дана, можно создать божественную жизнь, божественную систему мира и любви тут на земле. И в этом смысле я поддерживаю Виктору Ефимову, что не нужны радикальные меры. Мы можем найти путь мира и любви для любого индивида. Надо выключить гнев, надо выключить ненависть. Якобы они не существуют. И найти мирное их принимаемое решение каждому индивиду в нашем обществе. И, конечно, поделить ресурсы Матушки-Земли территориально приемлемо. Ведь такие богатства, которые вокруг нас, мы ведь так... Природа да спалует такими богатствами. Надо их только принять и поделить. И не надо слишком много, надо достаточно. И чтобы хозяева в каждом месте были те люди, которые любящие. И которые держат связь с высшими силами. И которые готовы поделить ресурсы со всеми вокруг. Тогда и наступит Божественный порядок и времена. Не так это сложно. Будем любить друг друга. Божественный любец. Это начало всего любовь. И наверняка и конец всего. Будем жить так, чтобы и в жизни любовь заполняла все, в чем мы. И в чем мы. И о чем мы. Это в наших силах. Это я делаю выбор. Я люблю. Это мой выбор. Это я делаю выбор, что я Божественная сила. Я принимаю Божественный голос. И выполняю план любви и блага. Это мой выбор. Это я могу сделать. Это вовсе не сложно. Так что, пожалуйста, милые россияне, мы тут сейчас в Рике. Организуем хороводы к Божественному миру. И приглашаем вокруг огня петь, танцевать вместе. Все этнические, трагические группы регулярно будем держать мир. Да пусть будет мир и любовь. Всем пока. Я посмотрела. Продолжение следует...